Добрый день. Тема сегодняшней лекции – хроническая обструктивная болезнь легких. Дальше. Мы знаем, что хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, является самыми распространенными заболеваниями эспиратонной системы, где наши врачи, общего профиля, поликлинические врачи, стационарные врачи повседневно связываются. Дальше, пожалуйста. По данной статистике, хобл встречается от 10% взрослого населения. Распространенность в Европе составляет 7,4%. Летальность от заболеваний хобл – до 10%. Хроническое обструктивное заболевание легких. Что это такое? Характеризуется неполностью обратимым ограничением проходимости дыхательных путей, которое прогрессирует и ассоциируется с необычным воспалением ответа легких на вредные частицы или газы, в основном связанной с курением. Хобл приводит к значительным влиянию в нелегочных системных изменениях. Это кахексия с потерей жировой массы, потеря скелетной мускулатуры и ее слабость, остеопороз, депрессия, анемия, повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно глобальной стратегии диагностики и лечения, хроническая обструктивная болезнь легких – это заболевание, которое характеризуется проявлением хронического обструктивного бронхита и эмфиземы легких в разных соотношениях. Патогенез. Патогенез – хроническая обструктивная болезнь легких. Первое – стойкое возбуждение парасимфатических нейронов, которые сопровождаются повышенной продукцией асцилхолина, спазмом гладких мышц бронхиол, увеличение бронхиальной секреции, бронхоспазмом. Дальше идет недостаточность бета-адренорецепторов с развитием энергетического дисбаланса. Это бронхиальная гиперсекреция, бронхоспазм, кашель, с чем к нам обращаются болезни. Бронхиальная гиперреактивность, которая проявляется иммунным воспалением слизистой оболочки бронхов по замедленному типу, с участием лейкотреенов, альвеолярных макрофабов, иммунных клеток всех типов. Вот все это, называется хобл, приводит к нарушению бронхиальной проводимости, проходимости и развитию центра лобулярной эмфизиены. Дальше. Патофизиология хобл. С чего начинается? Гиперсекреция слизи, дисфункция весничного эпитерия, ограничение воздушного потока в бронхах, избыточное вздутие легких, нарушение газообмена, легочная гипертезия, хроническое легочное сердце. Смотрим, пожалуйста, слайд, который говорит о том, что здесь, посмотрите, какая гиперсекреция слизи, слизь какого цвета. Это гнойная слизь, которая делает тяжелую бронхообструкцию. Следующий слайд. Механизм бронхиальной обструкции. Хобл, бронхоспазм здесь является очень стойким, возникает в результате повышенного холиэнергического тонуса бронха. Требует большей частоты дыхания, чтобы обеспечить оксигенацию крови. При этом больной не успевает выдыхать то количество воздуха, которое вдохнул. В итоге в легких происходит избыточное накопление воздуха. Растет остаточный объем легких и их общая емкость. Она усиливает одышку, усиливает тотальную гипоксию. Дальше. Так, следующий слайд. И смотрим. Обычно, когда мы говорим о хобл, мы говорим о курящих людях, о курящих мужчинах. Вот нормальный бронх. Вот его диаметр, его проходимость. И вот бронх, пожалуйста, с этой бронхообструкцией, где очень-очень много слизи. Бронх изменен. То же самое касается альвеол. Нормальная альвеола, красивая грозь винограда. И вот эмфизиматозная альвеола, которая полностью закрыта воздухом. И здесь не происходит газообмен. Деструктивные изменения легких. Это нормальные легкие. А здесь эмфизиматозные легкие, где практически нет легочной ткани. Жалобы при хобл. А в основном две жалобы. Кашель и мокрота. Мокрота различного характера и кашель тоже различный. Дальше еще идет одышка. Это уже прогрессирующая одышка. Она усиливается постепенно. Она тревожит больного. В конечном итоге она заканчивается тем, что у больного развивается хроническое легочное сердце. Клинические формы бронхитическая, эмфизиматозная и смешанная. Бронхитическая, бронхитическая. В основном доминирует кашель, диффузный цираноз. Бывает у молодых, полных людей. Очень часто заканчивается смертью в молодом возрасте. Эмфизиматозная. Здесь доминирует одышка. Кожные покровы розово-серые. Хроническое легочное сердце. Больные до преклонного возраста живут, но уже эмфизиматозные. Обычно это курильщики, тяжелые курильщики. Смешанная форма это и то и другое. Пожалуйста, бронхитическая форма хобол. Эмфизиматозная форма хобол. Физикальные признаки. Наиболее характерными у больных с тяжелым течением это центральный цианоз, синюшный слизистый, большая бочкообразная грудная клетка, участие в дыхании вспомогательной мускулатурой. Дальше. Преускультация. Ослабление сердечных тонов, свистящие хрипы, различные свистящие сухие хрипы. Симптом барабанных палочек. Протокол обследования. Обязательно у больных хобол исследуем функцию внешнего дыхания. Бронходилитационный тест. Цитологическое исследование мокроты. Показатели гемограммы. Рентген. ЭКД. Исследование газа в крови. Исследование функции внешнего дыхания. Исследование функции внешнего дыхания. Мы делаем всем больным с подозрением на хобол. И чтобы вы знали стадии хобол, мы им делаем спирографию. На спирографии форсированную жизненную емкость легких определяем. Объем форсированного выдоха за первую секунду. Соотношение этих двух измерений. И пиквообъемная скорость выдоха. Дальше. При тяжелых случаях остаточный объем. Вот спирограмма посмотрим. Больной нормально дышит. Потом он делает глубокий вдох, глубокий выдох. И обратно нормально дышит. Мы смотрим объем форсированного выдоха в первую секунду. Объем форсированного выдоха в первую секунду меньше 80%. Свидетельствует об обструктивных нарушениях легких. И степень выраженности спирометрических нарушений отображает всегда степень тяжести хобол. Фикфлометрия. Тоже один из методов, если нет спирографии. Рентген. Легкие обычно большого размера. Низкое стояние диафрагмы. Легкие большого размера, потому что эмфизематозные. Узкая тень сердца. Увеличенное ретро-стернальное воздушное пространство. Иногда определяются эмфизематозные булы. Пожалуйста, рентгенография. Огромные и легкие. Они даже не помещаются на рентгенограмме. Бронходилекционный тест. Что это такое? Проводится для определения обратимости бронхиальной обструкции. Спирометрия проводится до и через 15 минут после ингаляции. Каким-нибудь спейсером. Например, сальгутамолом. Например, мы снимаем это спирографию. Смотрим цифру ОФВ-1. И дальше даем сальгутамол. И через 30-45 минут после ингаляции опять смотрим данные по ОФВ-1. Увеличение ОФВ-1 на 12% и больше подначальных показателей говорит о наличии обратимой бронхиальной обструкции. Показатели гемограмм. Обычно это нитрофильный ликоцитоз с палочкой ядерным сбитом. Увеличение СОИ. Для выявления полицитимического синдрома, который формируется с развитием гипоксии, обязательно будет увеличение эритроцитов, гемоглобина и гематокрита. Дальше. Диагностические критерии КОБЛ. Первое. Наличие у больного типичных факторов риска. В первую очередь курение. В первую очередь курение. Как можно выявить, это фактор риска для больного или нет? Учитывается индекс курения. Индекс курения выражается в пачках годах. Это число сигарет, которые выкуривает больной в сутки. Умножается на стаж курения. И разделено на 20. Индекс курения больше 10 пачек годов является уже достоверным фактором развития холода. Длительное действие профессиональных раздражителей. Респираторные инфекции. Особенно перенесенные в детском возрасте коклюш и облитерирующий бронхит. Наследственная склонность. Нарушение бронхиальной проходимости, которая неуклонно прогрессирует. Исключение других заболеваний. То есть рак, туберкулез, бронхиктотическая болезнь и так далее. Дифференциальная диагностика с бронхиальной астмой, с хроническим неабструктивным простым бронхитом, бронхиктотическая болезнь, туберкулез. То есть идиопатический фиброзирующий альгиовид, тяжелое заболевание легких, очень быстро приводящее к летальному исходу. Заболевания сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются одышкой, то есть ХСН, хроническая сердечная недостаточность. Рак легких, пожалуйста. Рак легких, который тоже уже поздно диагностирован. Вот рентгенография. Фиброзирующий альгиовид, чем характеризуется? Характеризуется, во-первых, стекловидным таким рисунком, да, очень расширенные межреберные промежутки. И вот картина фиброзирующего альгиовида. Матовое стекло. Основные принципы терапии больных с хобол. Основные принципы терапии. Постепенное наращивание интенсивности лечения в зависимости от степени тяжести хобол. Регулярность, постоянство базисной терапии в соответствии со степенью тяжести течения заболевания. Вариабельность индивидуального ответа на лечение. Определять необходимость проведения внимательного и регулярного мониторинга за вальными. Лечение обструктивного синдрома. В основном используются ингаляционные бронхолитики. Занимают главное место в симптоматической терапии хобол. Улучшают бронхиальную проходимость, изменяют тонус, гладкая мускулатура бронхов. Назначаются регулярно в качестве базисной терапии для предупреждения или уменьшения симптомов. А также в случае необходимости для снятия острых симптомов. Преимуществуемые ингаляционные формы. Пожалуйста, Берадуал ингалятор. Это заводской препарат. Но мы сейчас говорим, что если дома есть больное заболевание хобол, если есть дети, которые часто болеют эспиратурными заболеваниями, лучше применять домашний ингалятор. Какие препараты используются в неблазерной терапии? Препараты, применяемые в неблазерной терапии. Это и отредомиметики, глюкокортикостероиды, комбинирные средства для терапии бронхообструктивного синдрома, мукомитики отхагивающих препаратов, противокошлевые, антигистаминные препараты, препараты лёжного сурфактанта, стимуляторы дыхания, противотуберкулёзные препараты, антимикотические и антимикровные. Заболевание органов дыхания, когда используется неблазерная терапия, это бронхиальная астма, хронически-абструктивный бронхит, бронхит простой, пневмония, обычная простуда. Противопоказания к неблазерной терапии. Лёгочные кровотечения и рецидивирующие кровохаками, травматический спонтанный пневмоторокс на фоне нефиземы лёгких, сердечная аритмия, тяжёлая сердечная недостаточность, индивидуальная непереносимость ингамируемого препарата. Нельзя использовать для неблазера масляные растворы, отвары трав, растворы системных глюкокортикоидов и теофилин. Эофилин, который нужно применять внутривенно, он должен применяться строго внутривенно. Клинические преимущества неблазерной терапии. Возможность длительной экспозиции. Фракция препарата, оседающего в ротоглотке, незначительна. Уменьшение общей дозы. Отсутствие системного действия препарата. Аэрозоль не содержит пропилетов. Комфортное использование. Особенно это касается детей, которые могут в любое время применять и потом отменять препарат. Посмотрим, ингаляционные бронхолитики какие. Ну, всем известный сальмутамол, конечно, короткого действия и фенотерол. Это бета-2, агонисты короткого действия. Имеют сравнительно быстрое начало, действуют 4-6 часов. В бета-2, агонисты пролонгированного действия, это сальмитерол. Дают более сильный эффект, действуют 12 часов и более. Дальше. Ингаляционные холидолитики. В первую очередь, это атропен и протропиумбрамид и бердуал. Характеризуются дозозависимым эффектом с более медленным началом и большей длительностью действия, чем В-2, агонисты короткого действия. Пролонгированный препарат театропиумбрамид спирива. Селективно и длительно связывается с М3 и М1 холинорецепторами. И достаточно длительное действие. Ингаляционный бронхолитик В-2, агонист пролонгированного действия, сальмитерол. Он более длительного действия, чем короткий сальгутамол. Уменьшает нейтрофильное воспаление, отек слизистой оболочки. Уменьшает гухотелиарный клиренс. Улучшает цитропротекторное действие. Глюкокортикостероиды. Конечно, в тяжелой форме хобл на третьей-четвертой степени развития показаны и пероранные глюкокортикостероиды. В частности, привязал он 30-40 мг по схеме. Но может быть использован и в качестве ингалятора. Дальше. Ингаляционные глюкокортикостероиды. Бекламитазон, будисанин и флутиказон. Назначается в базисной терапии и в случае обострения в высоких дозах. Следующий слайд. Противовоспалительные средства нестероидного. Это, мы знаем, это НПВС. Назначается при нетяжелых обострениях и в составе базисной терапии на протяжении 2-5 месяцев после обострения хобл. Второй-третьей степени. Противогриппозная вакцинация тоже может проводиться 1-2 раза в год, весной и осенью. Рекомендуется назначать пациентам с частыми обострениями. Антибиотики. Показаны только в случае доказанного инфекционного обострения хобл. Этапы лечения хобл. Начинаем. Атравент или окситропиумбровид, оксивент. Дальше. Атравент или оксивент плюс стимуляторы. Бета-2 адренорецептор, фенотироль, сальмутамол, сальмитирол или комбинированный бередуал. Добавить теофилины провангированные, это теотар, теопек, добавить ингаляции глюкокортикостероидов, ингакорт, флуцарид, бекатит и добавить короткие курсы таблетизированных глюкокортикостероидов. Цель наша при лечении хобл, чтобы меньше было обострений, чтобы больной меньше обращался в поликлинику, чтобы больной знал, когда при обострении и что нужно употреблять. Когда нужно употреблять препараты для неволазерной терапии, короткого действия, длительного действия, когда можно уже употреблять и нужно употреблять гормональные препараты. Вот это наша с вами цель. Избавиться, очистить баронхиальное дерево от мокроты. Спасибо за внимание.